Привет всем, кто меня сейчас видит Решил отснять небольшое видео Приобрел DJI Mavic Air 2 Выехал поближе к морю И хочу здесь попробовать Себя в управлении Air 2 Не стал брать Air 2S На мой взгляд необоснованно Высокая цена За те изменения, которые В этой модели есть Тем более, что в 2S Нет с появлением Отдельных преимуществ Есть и недостатки По некоторым параметрам он уступает Air 2 Это на мой взгляд Мое субъективное мнение Нет некоторых функций Я не буду сейчас устанавливаться Каких именно функций нет Это можно узнать У других авторов На их страничках В их обзорах В полных обзорах И в сравнениях Mavic Air 2 И Air 2S А я сегодня просто хочу Попробовать себя в качестве пилота Mavic Air 2 Освоиться Полетать немножко Над берегом моря Прочувствовать Насколько он Хорошо управляем То есть Получить уверенность Или приобрести уверенность В использовании этого квадрокоптера Честно, откровенно Испытываю определенное волнение Перед первым полетом Ну, как-то Одно дело Поднимать воздух Квадрокоптер за 100 долларов Или за 300 долларов А другое дело Поднимать за 1000 долларов Это Довольно-таки Волнительно Поэтому я Сейчас психологически подготовлюсь Подготовлю квадрокоптер И Начнем летать Взлетаем Взлет Произведен Ну-ка посмотрим Что у нас там Все вроде бы Так Так Хорошо Перейдем На 100 Ага Давайте уберем Немножко Так Минус 7 Вот так Минус 7 Ого Минус Один Ну Минус 3 Вот так Перейдем Ну что Поднимаемся Потихонечку Пока В режиме Трибут Поднимаемся Еще Поднимаемся Немножко Посмотрим Что у нас тут Высота 36 метров Растет Постепенно Использую Использую Фильтр НД16 Посмотрю Как оно будет С этим Фильтром Давай Поднимемся Чуть повыше Пройдемся 65 Ну Где-то Поднимемся До 100 метров Чтобы нам тут Ничего Никаких Помех Не было Да 80 80 80 80 7 Ну давай Чуть побыстрее Наверное Так Перейдем Высота Хорошо Вот так Вот 115 метров И полетели Вот так Как мы полетели Отлетает Метро в секунду 10 Немножко Так Подергивание Давай Немножко Влетим Дальность 480 Метро 480 Особо мы далеко Летать не будем Чуть-чуть Опустим Камеру Чтобы было Видно Над чем Летим Делаем Разворот Вот Над Над Морем Вот так вот Сделаем Разворот И полетим Вдоль берега Вот так вот Сделаем Сделаем Такой Пролет На высоте Сделаем У нас Предупреждают Что высота Полета Превышает 50 метров Что это Может Противоречить Местному Законодательству Ничего Это не Противоречит От воды Отойдем Немножко В сторону Вот так И пойдем Вдоль Пляжа Пролетим Вдоль Пляжа Выравниваем Полет От береговой Линии Пролетели Мы Подлетаем Еще До точки Вот Теперь Удаляемся От точки Взлета Удаляемся От точки Взлета Летим 65% Заряд Аккумулятора Пока Предупреждений О потере Связи Не было Летим Дальше Я не собираюсь Его тестировать На дальность Полета Его уже Достаточно Протестировали Кто хотел Это сделать Тем более Что я Нахожусь Городской Черти Пролетели Высоту Держит Замечательно Как был 114 метров Так он 114 метров Летим Дальше Вдоль Берега Вот Пролетаем Над Береговой Чертой Картинка Хорошая Море Спокойное Небольшая Волна Приливная Такая Мы уже За километр Улетели Я думал Что дальше Не стоит Летать Мы Развернемся Потихонечку Вот Сделаем Такую Панорамку И Вернемся Сюда К Точке Взлета Вот И Мы Вернемся К Точке Взлета Вот Таким Вот Образом Полетим Вот Таким И Полетим Образом Скорость У меня Почему-то Пишет Не в Километрах А Метры В секунду Я же Не калькулятор Чтобы Высчитывать Скорость Таким Вот Образом Сейчас Обрат В сторону И Будем Меня Искать Это Мой Первый Полет Поэтому Я Не Ставлю Как Как Экстремальных Задач Моя Задача Попробовать Несколько Режимов Съемки Сейчас Идет Съемка В 4К 20 УПС И Выдержка 1.5 Затем Я хочу Учитывая Что У меня Очень тяжело Компьютер Обрабатывает Эти режимы Потому что Битрейд Здесь Очень высокий 120 Тысяч У меня Он Нормально Работает При 60 При 80 Тысячах При 120 Уже Начинает Тормозить Поэтому Я Сейчас Перейду В режим Когда Подлечу К Точке Взлета 1080 На 30 ФПС И Полетаем Немножко В этом Режим Сейчас Начнем Немножко Спускаться Спустимся Где-то Я уже Пролетел Получается Что Так Здесь Где-то Находится Где-то Здесь Будем Спускаться Потихонечку Возврат Домой Нажмем Так Один раз Нажал Он не сработал Значит Надо Два Раз Нажать Вот Набирает Высоту Набирает Высоту Летит Где-то Ко мне Быстренько Летит Я должен Быть Уверен Что Он Ко мне Прилетит Где он Есть Где-то Надо Мною А Вон Вижу Вижу Спускается Ну Пусть Немножко Спустится Спустится Спускается Немножко Его Болтает Типа Картинки Незаметно Отменил Я возврат домой Сейчас я его спущу Чуть-чуть сам В ручном режиме Развернем Мы его И он Отлетит Давай Перейдем В режим Трипод Так Пусть он Меня Нет 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 Вот Сюда Пусть он Меня Найдет Вот Он Меня Нашел Хорошо Давай Мы Перейдем Так В режиме Придем Ручной Режим Так Выключаем Пока Съемку Так Уху Хуху Так Переходим В режим 1080 Так Перешел я И И И И 1,6 Вот Мы Перешли В режим Так Хорошо Хорошо Давайте Теперь Посмотрим Быстрая Съемка Не будем Так Обычная Съемка Ну Давай Вот Так Вот Попробуем Видите Тут Засвет Конечно Снега Идет Если В авто А Нам Да нет Обычная Съемка Нам Так Вот так Будет Будет Зум А Зум У нас Что Получается Нет Хорошо Хорошо Ладно Может Ухотить Но Мы Особо Не будем Так Что Это у нас Подожди Длительность Нет 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 Это Это Не То Нет Это Не То Это Не То Не То Давай Обычная Так Нет Видео Съемка Вот Обычная Ой Господи Тихо Миха Тихо Тихо Хорошо Хорошо Так Так, пропустить, 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 закрыть, вот так вот, давай попробуем, и давай попробуем, вот так вот мы в ручном режиме попытаемся сделать облет вокруг меня. Вот, держи тут, ну, ну что, давай-давай-давай-давай, ну держи там, это я немножко, во всяком сути, он меня держит, ладно, это вот в ручном режиме, да? А давай теперь сделаем гол. Гол. Ну и что? Ну, что-то не слишком, хорошо, ладно, отмена, летим сюда, спускаемся, спускаемся. Будем его ловить. Давай, ну и вам. Все, мы его поймали. Включаем запись экрана, у нас 1080, 30 фпс, 1,60, НТ-фильтр, ручной режим. Ну что, взлетать будем, тоже в ручном режиме. Ну и что? Да, проверили, проверили. Вот мы взлетели. Ну-ка. Ну что, как он нас облетит. Давай попробуем сделать. Ну, я сам подойду, встану в центр. Вот так вот. Вот он, я. Хорошо. Пропустить. Еще раз закрыть. Ну, давай. Невозможно изменить объект. Тут поддерживать. Чего-чего. Точка интереса. Хорошо. Вот так. Гол. Ну и что? А, я должен. Ну и что? Я не... Вот, ни хрена не понял, блин, как пользоваться. Так, ладно. Где я? Вот я нахер же делаю. Что-то быстро он летает. Что-то слишком быстро ты летаешь, парень. Для режима трипод. Ну, еще раз. Ну, 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 ну. Вот он. Хорошо. Ну, что, хорошо. пошел медленно пошел чуть-чуть может быть чуть-чуть мы увеличиваем скорость хорошо все стоп понял я понял свою ошибку и он немножко съехал он что-то не меня это самое так здесь отменяем эту эту задачу мы отменяем хорошо давай мы тебя сфокусируем на коврике так вот мы сфокусируем тебя вот так вот сфокусируем хорошо так пропустить хорошо вот пропустить закрыть вот невозможно менить объект пункцию поддерживать следованию только за объектом вроде людей машин а ну это функция свяжения я понял хорошо ладно тогда вперед 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 давай спускайся за мной будешь следить так хорошо так вот так у нас тут засветы да да ну-ка давай перейдем в авторежиме у нас тут даже а там солнце у нас я понял что он не туда смотрит понял что он не туда смотрит давай вернемся где где я где я вот он я хорошо давай мы вот так будем следить закрыть закрыть за человека вот теперь теперь мы ух ты вот теперь мы гуляем гуляем я гуляю он стоит хорошо хорошо молодец справился справился задачей хорошо все давай теперь полетаем тут у нас еще 80 процентов так переходим так да что-то довольно таки быстро он летит 47 метров с пультом связь да ну вот мы тут поснимаем немножко вот перекрестка 150 метров вообще-то я не поймал что что-то здесь а режим режим Н стоит о себя ч он 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 что он 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 и Что-то тормозит. Как-то вот так вот. Теперь развернемся в сторону моря и полетим к морю. А тут мы немножечко отрезаем, здесь вот уголем минус 2. Вот так вот полетим. Полетим и вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот мы летим над морем к центру Одессы. Ну думаю не стоит увлекаться этим процессом. Делаем круг небольшой и возвращаемся во своясь. Вот сюда где-то мы кинем. Уходим через возвращаться. Вот так вот. Где-то где-то мы летим в нужном нам направлении. Давайте начнем сбрасывать высоту. где-то тут. 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 вот он улетел ну шо в авторежиме тут засветка у нас возвращается про в авто у нас тут светом как-то многовато сегодня круг мы должны сделать круг вокруг этого объекта так ну давай все ну вот круг сделали давай чуть подальше а нет так вот давай сделаем круг тыж давай объект вот он так объект есть что я не понял тыж я опустил пустил он ударился экраном и все понятно летаешь хорошо давай дальше хорошо хорошо давай дальше смотрим спираль да вроде бы нам ничего не мешает 20 метров хорошо препятствия старт где тут ничего ну пошел на спираль если что сразу если что мы сразу это дело прекратим прекращаю все спиралька есть так 35 процентов 34 у нас заряд ну давай что у нас тут еще переместили мы делаем бумеранг делаем бумеранг бумеранг так в эту сторону или нет давайте в эту сторону она препятствия здесь так хорошо хорошо 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 5 6 7 6 6 8 7 7 7 7 8 8 9 9 10 что он делает в авторежиме все это дело это же будет некрасиво щелкает, щелкает даже фильтры не помогают ГРД Баттерия ГРД Возвращается 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 Возвращаясь все мы прилетели ну что отлично полетали спалили два аккумулятора на я продобрал три хватило двух достаточно для первого раза в принципе работы дрона я доволен единственное был один момент в режиме трипод он вдруг почему-то начал летать как в нормальном режиме пришлось переключить еще раз нормальный режим потому что на переключатель на пульте находился в режиме трипод на дисплее высветилась буква n нормальный и по полету я понял что здесь что-то не только том что летают слишком быстро для трипода сложно было некоторые тонкие моменты где нужно было тонкая регулировка прочувствовать перелетал он перелетала немножко ну потом все вроде как вернулась на круги своя не все я конечно попробовал но достаточно принципе то что хотел я сделал задачу в минимум я выполнил сейчас я вам покажу некоторые свои так сказать хитрости видите у меня пульт на шинном ремешке тут можно конечно было бы купить там за сколько там 7 или 9 долларов на алиэкспрессе такую пластиковую штуковину которая сюда вот сюда ставится не пристегивается ремешок я подумал на ремешке есть вот если вам видно поближе сейчас вот такой вот такая петелька вот вот такой шнурочек цепляетесь за одну из ножек а этот карабинчик он отстегивается отстегнули и все и потом когда мне не нравилось то что его приходится довольно таки проблемно вытаскивать всегда эту антенну вот это вот вот эту вот часть вот было неудобно неудобно было ее вытаскивать теперь никаких проблем вообще нет вот за этот за этот карабинчик в общем за карабинчик этот тянет и он вытаскивается но это вот одна такая хитрость сейчас вам покажу еще есть для мини и для р есть фиксаторы винтов продаются но тоже опять же покупать фиксатор винтов зачем есть у нас денежные резинки вот ведь я использовал эти денежные резинки для винтов и на своих сама сборках когда винты трехлепестковые были стояли у меня но и сейчас они стоят и на сж 907 я использовал вот сейчас тоже использую и очень удобно и мне кажется даже гораздо удобнее чем эти ремешки которые продают на алиэкспресс если бы они были просто в обязательном комплекте от было бы прочь с комбо у меня комплектация комбо в эту три аккумулятора все эти нюансы которые в этой комплектации должны быть плюс еще дополнительно кое-что есть автомобильная зарядка например так это вообще замечательно можно два аккумулятора сразу заряжать от аккумулятора автомобиля главное чтобы автомобильный аккумулятор не разрядился до такой среди что потом машину не заведете вот это надо тоже учитывать плюс есть еще какая-то платформа для того чтобы устанавливать на самом квадрокоптере или дополнительную xnk камеру или фонарь но мне больше нравится фонарь у меня есть фонарь который для подводной съемки он также удобен и для того чтобы ставить на квадрокоптер и можно на ночное время лететь летать вместе с фарой он довольно таки мощных в общем вот все что я сегодня хотел бы вам показать о чем рассказать я думаю я думаю что в следующем ролике я не знаю когда буду снимать потому что до 16 января у нас больше таких дней нет прогнозе это просто чудо что сегодня такой замечательный день безветренно солнце тепло и можно спокойно летать прошли когда перед этим пытался полетать на своей площадке недалеко от дома у меня руки замерзли я больше 10 минут не выдержал все свернул и побежал домогрец поэтому сегодня просто подарок подарок природы ну что до следующей встречи всем удачи и хорошего нового года с наступающим новым годом все пока